Здравствуйте, с вами Катерина Баева, консультант по личным финансам и инвестициям. По инвестициям, а не по трейтингу или потере денег в азартных играх. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как же запланировать финансовое благополучие или как ставить финансовые цели. Когда я начала свою карьеру в консалтинговом бизнесе, я начинала ее в компании PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers – это крупнейшая аудиторская консалтинговая компания мира. Первое, чему нас научили – это ставить цели по смарту. Многие из вас, наверное, слышали, но я сейчас напомню. Итак, смарт. Первая буква означает «специфик», то есть цель должна быть конкретная. К примеру, жить хорошо – это цель неконкретная. Что, сколько для вас жить хорошо? Это 100 тысяч рублей в месяц, это 200 тысяч рублей в месяц и так далее. Дальше. Буква «М» означает «measurable». То есть цель должна быть измерима. Мы должны назвать конкретную цифру, которую мы хотим получить. Следующее. Цель должна быть «achievable», достижима. Очень часто ко мне приходят клиенты и говорят, что мы хотим доходность порядка 20% годовых. И я понимаю, что эта цель будет недостижима, потому что такой доходности получить на долгосрочном промежутке времени практически невозможно. Поэтому мы должны ставить реальные цели. Как ориентир по доходности, на что можно рассчитывать, если мы говорим, например, про доллары? На долгосрочном промежутке времени период накопления капитала – это 8% в годовых долларах. Против 1-2% на депозите 8% мы можем выжить из инвестиционного портфеля. Если мы говорим про пассивный доход, то это 3-4% от капитала пассивного дохода, на который мы можем жить. С хорошими гарантиями, что мы капитал не проедаем. Дальше, следующая буква. Цель должна быть «relevant», то есть относиться к вам. Вы не можете запланировать, не знаю, что там, кто-то что-то достигнет за вас. То есть цель должна относиться к вам, находиться в зоне вашего контроля. То есть если вы капитал создаете, то вы сами инвестируете деньги, определенную сумму, в определенной стратегии. Вы не можете за кого-то что-то решить. И, соответственно, цель должна быть ограничена по времени. Это последняя буква «Т». Мы, когда ставим цель, то мы говорим, что хотим накопить капитал на каком-то промежутке времени. Причем промежуток должен быть не в диапазоне 1,30 лет, а более узкий диапазон. Таким образом, любую нашу мечту мы можем обрисовать в финансовую цель. То есть если мы хотим, например, накопить пенсионный капитал, то мы должны посчитать, сколько нам нужно капитала, чтобы жить достойно. И через какое время, например, исходя из 8% годовых долларов, мы можем этот капитал накопить. Если вы хотите узнать более подробно о том, как запланировать финансовое благополучие и о каких-то типичных ошибках, которые совершают люди при планировании финансовых целей, то можете посмотреть мой вебинар. Он также находится на моем YouTube-канале. Ссылка на него будет в описании к данному видео. С вами была Катерина Баева. Сегодня мы с вами поговорили о том, как ставить цели по смарту финансовые. И до скорых встреч!